Тема занятия числа и строки Открыли песочницу play.localcoding.us Теперь откроем консоль Консоль открывается либо горячей клавишей, либо те, кто еще не выучил Справа треиточие, more tools, developer tools Вот это сочетание клавиш, желательно выучить его Если у вас открылась консоль и тут есть какие-то сообщения, то просто очистите их, их не будет Все, мы готовы начинать работать На самом первом занятии, когда я только показывал, как работает вот эта песочница Я вам показал небольшой пример с классикой программирования Hello World Давайте его еще раз напишем Пишем консоль.log, все пишем Скобку открыли, скобку закрыли, точкой запятой поставили Кавычку открыли, одинарную, кавычку одинарную закрыли И здесь мы можем написать hello Hello это текст Это текст и если мы запустим программу, это все-таки программа, то увидим результат в консоли Потому что консоль.log это функция, которая выводит что-то в консоль Консоль здесь, консоль.log это небольшая функция, в которую мы что-то передаем Обратите внимание, что мы передаем именно внутрь круглых скобок Вот все, что внутрь круглых скобок мы скинем, вот точно так же оно и покажется здесь Это текст, это текст Он также называется string по-английски А если нужно сделать какой-то комментарий, то можно поставить двойную черту И написать здесь что-нибудь. Это просто как записи на полях, которые не будут исполняться Это просто для нашего с вами понимания, что это такое Вот, это просто строка Вот hello это просто строка Внутри этой строки может быть все что угодно Какие-то цифры, разные другие символы И вот точно так же, как мы напишем внутри этой строки Точно так же мы это и получим Я не буду сейчас вдаваться в разницу между одинарными и двойными кавычками Просто мы пока что используем одинарные кавычки везде Так и делайте Разницу между одинарными, двойными, там еще другими кавычками Я расскажу чуть-чуть попозже на соответствующем уроке Сейчас то, что вы должны понять, что все то, что мы берем в кавычки Это будет строкой Строка, то есть string, то есть текст Вот это просто слова-синонимы Другая ситуация возникает вот в такой случае Вот в таком случае, когда мы пишем 123 плюс 234 Ну или для простоты 3 плюс 4 Это по-прежнему строка Потому что вокруг нее есть кавычки Это важный, очень-очень важный момент Но если мы уже кавычки уберем, вот так То это уже не будет строкой Хотя здесь можно написать все что угодно Это уже математическое выражение 3 плюс 4 Либо если здесь будет написано что-то другое Это будет просто число Но вы заметили эту интересную особенность Что мы можем здесь писать еще плюсики, минусы и все остальное Если будет просто число Просто число, вот так, тройка Это number Это просто тип, ее тип number Это обычное число Важный момент С числами мы можем делать числовые манипуляции Математические Плюс, минус, умножить, делить Извлечь остаток отделения Возвести в степень Извлечь корень И много других еще Всяких Всяких прелестей математических Я, по крайней мере, перечислил Самые основные, которые мы будем использовать А вот Это еще раз Я просто должен это несколько раз вам повторить Чтобы вы это запомнили Может быть, какие-то еще нюансы упомянуть Тройка Это число С тройкой мы можем делать разные операции Мы можем тут 3 плюс 3 сделать Прекрасно Получить уже результат 6 Но если мы возьмем это все в кавычки То это уже будет не number Это будет уже string Это я вам просто пишу На самом деле этот комментарий можно не использовать Он нужен только для того, чтобы следующие программисты Которые будут читать ваш код Или вы через какое-то время Могли разобраться, что там происходит Вот это основная разница между строками и числами В следующих занятиях мы будем продвигаться все дальше и дальше Вы можете сейчас попробовать Вы также можете сделать несколько строк Допустим, написать console.log И здесь написать какую-то строку Но обратите внимание, что если вдруг вы допустите какую-то ошибку Вот как здесь я сейчас, надеюсь, вы заметили То вы увидите сообщение об ошибке Поэтому будьте внимательны, что если вы это делаете Если вы открываете кавычку, то убедитесь, что кавычка закрыта Я вам рекомендую сразу, как только открыли, сразу ее закрыть Если вы открыли скобку, то сразу же ее и закройте Вот здесь есть ошибка Внутри кода никак не показывается, где находится ошибка Это ваша задача как ученика, как прилежного студента Разобраться с этим и решить Кстати, по поводу точек запятой Небольшое замечание Точки запятой в JavaScript не обязательны Если вы не используете несколько инструкций в одной строке Такой небольшой совсем Небольшой комментарий Вы пока просто повторяете за мной эти точки запятой Как я пишу И учитесь их ставить Потом, когда вы поймете все нюансы Вы можете потом их уже не ставить Но это все будет в процессе Пока что вам нужно понять разницу между строками и числами Строки — это текст С ним мы можем делать текстовые операции Менять регистр на больший, на меньший Как-то работать с ним как со словами А с числами мы можем делать, соответственно, все то, что можно сделать с числами Прекрасно продвигаемся дальше